всем привет меня зовут Алла и сегодня я хочу затонировать пион с кофрированной бумаги такой тонировать я буду таким краской спреем spring для растений она используется для дерева для керамики много для чего для бумаги подходит так и вот таким аэрографом самый простой у меня аэрограф называется tnt air это компрессор без которого он не будет работать так здесь я развела colorant у меня это розовый colorant можно вообще любой колер купить на рынке я покупаю на рынке развожу с водой где-то 50 на 50 колпачок краски колера и колпачок воды можно даже больше воды заливаем в емкость в аэрографе для краски и начинаю тонировать вот так аккуратно сверху тонируем нашу лепестку в полу вот так аккуратно сверху тонируем нашу лепестку в полу можно тонировать как снаружи сверху так и изнутри будет немного другой эффект будет эффект свечения изнутри мне хочется вот такое снаружи сверху вот такой оттенок легкий оттенок розовый я придала бакистик теперь беру краску спрей хочу попробовать как она будет сидеть на гафре насколько она хороша так аккуратно брызгаю так еще раз чтобы аккуратненько не сильно забрызгать потому что в отличие от эрографа остаются вот такие брызги к сожалению вот такой у меня оттенок soft pink 012 видите брызги они остались на столе цветок интересный как бы такой оттенок придаёт своеобразный но я все-таки решила тонировать сверху спреем как бы получилось у меня такой пион таких нескольких оттенков да в двумя оттенками вот видите как интересно переливается по моему очень здорово что можно так задонировать кофрированную бумагу несколькими оттенками смотрится сразу так необычно очень интересно видите кое-где где все-таки брызги от спрея заляпали лепестки придется здесь тоже все затонировать здесь цветок полностью затонируем спреем и еще хочу сказать что от спрея очень неприятный запах во всей комнате если у вас кого-то аллергия на токсичные запахи или ребенок маленький лучше его в это время убрать из комнаты для одеть маску потом обязательно проветрить и при высыхании конечно этот запах уйдет но самое главное не надышаться во время окрашивания так теперь серединку затонирую со всех сторон ну вот что у меня получилось по моему очень даже интересный эффект так и в итоге что я хочу сказать по этому видео что для тонирования гофрированной бумаги лучше всего использовать пользоваться конечно же аэрографом так как он не токсичен потом из него не вылетают крупные капли и самый главный момент в него можно залить разные оттенки любых цветов и что нет у спрея так как спрей имеет какой-то определенный спектр цветов и оттенков если вам что-то понадобится какой-то определенный цвет то у спрея такого нет и если вам было полезно это видео ставьте пальчики вверх и подписывайтесь чтобы не пропустить еще много интересных видео пока-пока